приветствую вас друзья с вами Виталий продолжим небольшую нашу исследование исследование ментальности человека и сегодня мне хотелось сделать три акцента я вынес в название видеоролика такой слогизм собранный по-опорно да то есть который вам понятен и привлекает ваше внимание вызывает у вас какой-то эмоциональный отклик сегодня мы будем говорить о трех вещах первая вещь этот на это наши табу табуирование так называемая еще один у нас вопрос будет интересовать по поводу тех же местоимений ты и вы и следующий вопрос нас будет интересовать так называемая лестница виртуальная лестница как мы формируем в разных на ментальностях как мы знаем и общая тема у нас идутся к такому пониманию этого общего итога что такое порно в ментальности человека и как через это порно войти ментальность если мы говорим о американской ментальности войти в адаптироваться вот к этой ментальности через такое понятие порно которые складываются из нескольких составляющих одной из таких составляющих которые мы хорошо нам знакома это тема табуирования то есть имеется табу такой такой некий запрет запрет на использование каких-то понятий и слов в обществе социальной среде в личном общении и в целом в обществе то есть мы знаем табуирование да напишем табу здесь табу табуирование у нас делится очень просто да она бы того и табуирование есть запрещенные слова кида там матерные слова выражение матерные да какие-то табуирование дошло какие-то неприличные слова до выражения и и эти табуирование выражается на разных уровнях той самой пирамиды то есть вы когда находитесь каком-то возрасте таком молодом то использование табуирование слов в разговоре в письме там в общении в текста когда видите вот в эмоциональных этих роликах когда вы смотрите да видеороликах и вы слышите что-то люди используют табуированные слова запретные когда в обществе вы откликаетесь на такие ролики вниманием да то есть его тут видите табуирование слова соответственно вы ощущаете себя как-то вы личностный рост какой да то есть вы как-то подросли неожиданно да то есть на канал на уровне на ком-то на этом вы ощущаете подросли вы используете табуированные слова и вы растете как бы да внутренне вы говорите о мне разрешены такие-то слова использовать и так далее перешли на другой уровень здесь вам опять что-то запрещено то есть мы понимаем табу как запрет то есть запрет вот здесь находится на этом уровне а на первом уровне есть такое слово нельзя нельзя действом горит нельзя здесь там запрещают а на третьем уровне мы сталкиваемся с понятием с понятием когда мы эти уровни табуирования прошли прошли мы приходим такому такому понятию жизнь по понятиям понятия понятия такие есть какие-то понятия которые вы можете использовать а другие не могут использовать жить по понятиям у нас называется и дальше там четвертый там и так далее неважно важен сам принцип закон напишем да закон закон тоже рассматривается у нас как какой-то табу какой-то вот эта совокупность нельзя запрет понятия и совокупность кого-то получается табу в общем обществе и вот такие ступенечки мы в личностном росте наблюдаем табу как личностный рост вот это мотивация такая ощутимая то есть вот эта лестница она как бы в словах в речи в общении она как бы материализуется то есть вы ощущаете это именно личностный рост через способность прогресс произносить такие слова вам разрешено говорить да вы можете сказать то есть с этой лестнице вы можете сказать нельзя с этой лестнице вам могут сказать по понятиям а с этой лестнице вам могут сказать предъявить законку и да уловили мы сюда по поводу того когда мы говорим о ментальности индивидуальности то вот это табуирование как бы исчезает табуирование не не запрет нельзя пойти то есть не перед кем не перед кем тебе ставить запрет не перед кем тебе ставить какие-то заборы до заборы запреты понятия и так далее и мы сталкиваемся с самим собой да то есть индивидуальность единственном числе общается сам сама с собой соответственно использование этого табуирования ты сам себя за ограничиваешь сам себя создать забор некий преграду создаешь какую-то ступеньку создаешь внутри себя своей для собственной индивидуальности и такая такая получается проблема да так друзья и наша тема заключается в чем сегодняшняя когда мы с вами говорили о теме ты и вы предыдущих двух таких небольших зарисовках акцент стоял на ты и вы и и получается что у нас ты и вы также является табуированными словами то есть я не могу тебя называть на ты это мне запрещено ловлю эти ты не можешь меня называть на вы тут и не такой ты не ты обращайся ко мне на вы ты обращайся ко мне по имени и отчеству уловили смысл да то есть это тоже некая табу некий барьер некая ступенька такая между ты и вы это является табуирование то есть это невежливо сейчас говорят да некрасиво ты меня не уважаешь и так далее но тем не менее это общее табуирование запрет если ты ко мне обратился на ты то ты преодолеешь какой-то табу какой-то запрет вот этот и как бы стал со мной наравне то есть ты равны становишься то есть мы равны становимся вот такой интересный вариант ты и вы это очень важный момент потому что мы эти местоимения постоянно используем постоянно используем и этими местоимениями себя энергетически так вот подымаем смотрите теперь когда вы говорите по-английски там был там видеоролик посмотрите да по поводу не видеоролик это зарисовка там такая ты ю ты там ю ю это ты так далее там игра ты их понятие такой детектив такой английского слов да откуда он появился детектив то есть мы обращаемся ты тебе как ты но в мысленно мы должны говорить как вы и наоборот и и добавлять к этому ю добавлять какие-то уважительные слова так далее какие-то фразе фразеологизм какой-то должен быть так далее то есть очень такой высоко такое витиеватая всякая-то конструкция непонятная непонятная конструкция отсутствие табуирования здесь нет табуирования в этом случае то есть в этом случае табу нету здесь на таком уровне и соответственно и такого уровня табуирования нельзя запрет понятие закон тоже исчезает табуирование При индивидуальном развитии Когда индивидуальное развитие Табуирования нет Таивы нет Никаких запретов Нельзя, ничего этого нет Вопрос уловили, да, смысл? Смотрите теперь В этом случае Здесь лестница у нас Она видимая То есть мы ее видим Как она существует материально Она образована В обществе с помощью табуирования С детства Говорят тебе нельзя Это запрещено Здесь знак стоп Здесь не проезд запрещен Здесь у тебя Жезл стоит какой-то там И так далее Здесь исчезает табуирование Быту исчезает И вообще Вы смотрите И изучаете правила дорожного движения Американские Или там Другой страны Ну американское И увидите, что отсутствует табуирование Отсутствует запрет Отсутствует правило Табуирование То есть ты главный Нет главного здесь Нет вы Нет человека Который с правой стороны Твоя помеха Ты главный Ты можешь проехать Ты справа и слева Нет Здесь Когда табуирование исчезает То появляется Такой Перекресток Равных Равных возможностей Вот такой перекресток Нету ты и вы Нету Они исчезли Понимаете Такая ситуация Достаточно Непростая Для нашего человека Когда Ты подъезжаешь Перекрестку И тебе Нет ориентирования Кто должен быть Кто главный Кто первый Должен проехать Перекресток Нет никакого Запрета Нет никакого Правила Нет никакого Понимаете То есть люди между собой Должны как бы договориться Или кто первый Подъехал Перекрестку Тот потом Приезжает первый Когда все стали Ту-стать Друг на друга смотрят И проезжает тот Который Ну то есть Вопрос в чем Смотрите Значит у нас Мы говорили сами Опорно Да Вот тут опорно То есть вопрос В чем В том что Американская ментальность Допустим Чтобы в нее Иметь прямой путь Быстрого адаптации Необходим пройти Через этого Вот это Словесное порно Как мы называем Да Вот это Словесное порно Словесное порно Существует Эмоциональное порно Существует И физическое порно Существует И мы здесь Здесь видим Запреты 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 Нельзя 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 Табуирование Уловили Когда сюда Мы приходим То здесь Для нас Это самое Порно Какое там Да Порно Оно эмоциональное, оно физическое, и оно ментальное. Уловите этот момент обязательно. То есть вы должны раздеться эмоционально, вы должны скинуть с себя всю эту рыцарскую шелуху, все эти одежды личности свои скидываете, и вы эмоционально, ментально и физически становитесь голыми. Голый человек. То есть он голый. Здесь вы равные все, все голые. Как у нас в бане? Мы в бане все равны. В бане мы все равны. В бане нет запретов, нет никаких секретов и так далее. А здесь баня публичная. То есть баня здесь вот она. Она на улицу баня. Она в ресторане баня. То есть везде баня, везде люди голые. Вот вопросы и ваше табуирование, вот здесь, которое было, оно вот здесь вам будет мешать. Вы будете все время стремиться одеться, как-то красиво одеться, как-то себя принарядить, эмоционально принарядить себя, ментально принарядить, и выразить все это словами. То есть вы будете разговаривать вот так. Вы и ты, вы и ты. Табуирование какое-то создавайте. И вы, вот это отсутствие способности, отсутствие порно, то есть отсутствие вот этого табуирования здесь, как вы распринимаете. Соответственно, вы не сможете снять с себя эту одежду и стать равными со всеми. То есть вы когда равными в бане станете, то проблема-то понятная какая в бане, да? Все равны, все голые. То есть здесь в обществе все равны, все голые. Об этом мне хотелось сегодня сказать вам, друзья. И что прямой путь адаптации в американском менталитете, это пройти через эмоциональное порно, ментальное и физическое порно. То есть отсутствие табуирования. Вот здесь вас могут обматерить, да? Показать вам фактом на дороге. Это нормально, да? Всякие разные нехорошие слова в ваш адрес сказать. Эмоционально на вас могут вылить помои, грязи и всего что угодно. То есть личные ваши внутренние, какие-то там семейные, там еще какие-то отношения, они не являются вашими личными. Они должны быть, вы раздетые должны быть. То же самое, вы должны быть голыми в этой бане огромной. Вы голые там все. То есть вы личное белье свое выбрасываете на улицу. То есть здесь не принято личные отношения, личные какие-то проблемы внутренние показывать, да? свое грязное белье, так говорят. А здесь наоборот. Все об этой грязи говорят, все ее показывают, все о ней рассуждают. То есть подростковая беременность тут норма. То есть там в 15 лет школьницы в старших классах там много беременных. То есть по школе ходят. Понимаете? То есть потому что это баня. Такая история, друзья. Сегодня.